Библейский портал экзегет.ру представляет Иосиф все равно оказывается на почетной должности, он там управляющий, потому что, судя по всему, египтяне не особенно любили работать, по крайней мере, знатные, и они поручали свои обязанности своим рабам, а для чего еще рабы и нужны. Вот Иосиф в темнице отвечает за, собственно говоря, внутренний распорядок. Иосиф пришел к ним на утро и увидел, что они взволновались. Что вас заботит, спросил Иосиф, и приближенные фараоны, заключенные вместе с Иосифом в доме его господина, ответили, мы видели сны от толкователей, здесь нет. Иосиф сказал, толкование от Бога, поведайте мне ваши сны. И главный виночерпий рассказал, мне снилось, будто предо мной виноградная лоза, на ней три побега, они стали расти, появились цветы, показались грозди, созрели ягоды, а в руке у меня кубок фараона. Я сорвал грозди, выжил сок в кубок и поднес фараону. — Вот истолкование твоего сна, — сказал ему Иосиф, — три побега, это три дня. Пройдет три дня, и фараон тебя вновь возвысит. Вернет тебя на прежнее место, и ты снова, как и раньше, будешь подавать ему кубок. — Вспомни же обо мне, когда тебе будет хорошо, выручи меня, расскажи обо мне фараону, вызвали меня отсюда, ведь меня похитили из еврейской земли, да и здесь я не сделал ничего такого, чтобы бросать меня в темницу. Главный пекарь увидел, что толкование благоприятное, — сказал Иосифу, — а мне снилось, будто у меня на голове три корзины, верхние всякие лакомства, какие пекут для фараона, и птицы клюют из этой корзины. — Вот истолкование твоего сна, — сказал ему Иосиф, — три корзины, это три дня. Пройдет три дня, фараон и тебя возвысит. Ты будешь висеть на виселице, и птицы будут клевать твое тело. А через три дня у фараона был день рождения, он устроил пиршество для своих приближенных. Двоих возвысил он в тот день на глазах у всех, главного виночерпия и главного пекаря. Главного виночерпия на его прежнее место, чтобы вновь подавал фараону кубок, а главного пекаря на виселицу, все, как предсказывал Иосиф. Но главный виночерпий забыл и про Иосифа, и про его просьбу. Все просто, вот даже объяснять нечего, да? Ну, нету ни одной абсолютно детали, которую надо было бы истолковывать, не так ли? Ну, а о чем можно говорить? А можно говорить о том, зачем здесь этот рассказ. Ну, потому что он случился в жизни Иосифа, да. Мало ли, с кем что случилось. Мы, допустим, про Исаака почти ничего не читаем. Какие там сны кому снились, с кем он разговаривал, кому он что-то объяснял. Да ничего этого нет. Исаака приносит в жертву сначала его отец Авраам, но не до конца, но уже готов. А потом Исаак, собственно говоря, со своими детьми, с Яковом и Исавом, и все. А про Иосифа такие маленькие подробности. Как он в тюрьме сидел? Что там эти египетские царедворцы? А смотрите, а ведь это еще рассказ мы читаем из Древнего Ближнего Востока, из Древнего Израиля в основном. Это еще рассказ о том, что рядом с Израилем есть огромная страна Египет. Израиль это крохотное государство, слабое, не обладающее какой-то высокой культурой, значительной армией, непритягательная с точки зрения своей экономики. Ну, ничего особенного. Какое-то, я не знаю, вот захолустье. А рядом Великий Египет, страна огромной культуры, мировая империя, которая единственное остается там рядом Вавилон, а Сирия. Это все появляется, исчезает, сменяет друг друга. Египет всегда Египет. Он знает упадок, знает поражение, но он всегда там. Что же это за страна такая Египет? Вот как в ней все устроено? И смотрите, люди везде ведут себя не очень хорошо. Братья продали Иосифа в Египте, но в Египте его жена, его хозяина обвинила в изнасиловании, хотя все было ровно наоборот. Хозяин ни в чем не стал разбираться, посадил его в тюрьму. Здесь человек, который вроде бы от Иосифа получил ободрение, и в конце концов Иосиф ему там служил, да, он был на какой-то почетной должности заключенный, но, очевидно, не в общей камере, а где-то вот отдельно, может быть, он вернется к сфараону еще, не надо его уж там совсем. Иосиф ему прислужил, он все забыл. То есть это постоянная история людской неблагодарности, злобности, то, что все вокруг Иосифа заботятся только о себе, а Иосиф молодец, он помогает людям, истолковывает сны. Да, но это все-таки довольно очевидные вещи. Вот для этого писать целую главу в Библии, мне кажется, было бы не надо. Есть столько прекрасных примеров на эти вещи в других местах. А вот что это за страна Египет? В ней, прежде всего, есть своя религия египетская. Потом Моисей будет состязаться с египетскими волхвами, чародеями, то есть кто из них сотворит чудеса могущественные. А здесь всего лишь кто истолкует, кто не истолкует. Следующая продолжит эту же тему. Вот сны от Бога. Есть какая-то мистическая реальность, которая приоткрывается человеку в некоторого рода снах. Иосиф может ее истолковать не потому, что он этому учился, не потому, что он обладает какой-то волшебной палочкой. Даже у Моисея будет что-то вроде волшебной палочки. Вот жезл, который превращается в змея. А здесь вот просто человек и Бог. Огромная империя, могущественная страна. И один Иосиф, который с Богом. Но эта империя бессильно объяснит сама себе вот эту реальность. Следующая глава, она про то же самое, только там уже непосредственно фараон. А еще это про то, что эта империя, она знает только один закон, волю фараона. В чем они провинились? Что за страшное преступление? Почему одного казнил, другого вернул? Один сделал что-то ужасное, а второго по ошибке посадили? Да нет, это абсолютно никого не волнует. Фараон – это единственный человек, который что-то решает в Египте. Но, в принципе, так оно и было. В Израиле никогда так не было. Даже самые злобные и нечестивые цари, они все-таки сознавали, что есть какой-то закон. Они, может быть, его нарушали, но они пытались как-то оправдаться, как-то объяснить свои действия с точки зрения этого закона. Фараона вообще ничего не нужна. Это абсолютная деспотия. Но и в этой деспотии можно выжить. Но выжить можно только с Богом, потому что на людей надежды абсолютно никакой. Даже вот те, кто, казалось бы, должен тебе помочь, кто не просто там где-то читал или слышал, что надо помогать людям, а кто вот тебе обязан, да? Кто должен про тебя вспомнить первое, и этот забудет. То есть не надо рассчитывать, что вот в этом огромном жестоком государстве ты что-то такое сделаешь. Вот Иосиф очень старался. Он помогал своему хозяину Патифару, все для него делал. Посадили в тюрьму. Он делал все в тюрьме, как вот надо, да? Помогал всем узникам, там, служил начальнику тюрьмы. Не помогло. Вот даже вот в этой ситуации, когда Виночерпий все вроде бы должен ему отплатить за благо благом, ничего не помогает. Есть только Бог, да? Вот не ждите, что в общении с деспотом, с тираном, а египетский фараон ровно таков, и он будет таким и в книге «Исход», в следующей книге, да? Не ждите, что вы с ним договоритесь. Он будет делать то, что он считает нужным. Абсолютно слепо, тупо, вопреки собственной выгоде. Или в интересах своих, как в следующей главе будет. И вот кажется, что до Иосифа это уже начинает доходить. А заодно эта история про то, как мальчик, надменный, высокомерный мальчик, каким он предстает перед нами в начале своей истории, да, становится зрелым мужем. Вот одно из самых главных качеств — это терпение, это способность вот просто ждать, пока что-то произойдет. Но не пассивно ждать, да, а делать то, что ты можешь в этой ситуации, пусть совсем немного. А еще эта история про отсутствие отчаяния. Вот тебя продали братья, тебя ложно обвинили, тебя бросили в тюрьму. Мне кажется, повеситься хочется, нет? Вот в мире нет абсолютно ничего хорошего для Иосифа в этот момент. Вообще ничего. У него друзей нет, у него там любимой женщины нет, у него родину отняли, у него справедливость не может он восстановить, благодарность он не видит. Вообще ничего. Вот за что ему хватиться? А он живет, он хватается за Бога. Если Бог есть, то все остальное как-нибудь устроится. В общем-то, об этом такая маленькая глава. Субтитры создавал DimaTorzok